Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Готовим хрустящие трубочки с заварным кремом. Сначала приготовим заварной крем. Отдельно в небольшой миске смешать 3 желтка. У меня желтки были замороженные. 4-5 столовые ложки сахара. И добавить ванилин по вкусу. Растереть желтки с сахаром до однородности. Далее добавить 1,5 столовые ложки кукурузного крахмала или картофельного. Если никакого крахмала нет, можно заменить обычной мукой. Перемешиваем. Далее налить немножко молока из общего объема. Общий объем у нас 500 мл. Остальное молоко выливаем в сотейник и ставим на огонь нагреваться. Когда молоко станет горячим, подогреется тонкой струйкой, вливаем нашу смесь из желтков, сахара и крахмала. Крем нужно постоянно помешивать. Доводим крем до загустения. Снимаем крем с огня и еще продолжаем помешивать, так как дно сотейника еще горячее. Мешаем примерно полминутки. Далее крем нужно накрыть пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалась корочка. Дадим крему полностью остыть. Замешиваем тесто. 300 грамм сливочного масла нужно растопить в микроволновке. В масло добавляем 1 стакан сахара. Далее добавляем 4 яйца. Теперь частями добавляем муку. Сначала 1 стакан. Затем добавляем еще полстакана. Смотрите по консистенции теста. Тесто должно стекать с венчика. Если слишком жидкое, добавьте остальные полстаканчика. Если тесто нормальное, не добавляйте муку. У меня ушло 1,5 стакана муки. Разогреваем вафельницу. Затем на разогретую вафельницу выкладываем примерно 1,5 ст. л. теста. Накрываем крышкой и жарим. Посматривайте, чтобы не сгорело. Готово. Нужно быстро свернуть в трубочку. Заготовка, конечно, получается очень горячая. И так далее. Жарим трубочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такие вкусные, хрустящие получаются трубочки. С остывшего крема снимаем пищевую пленку. Теперь нужно венчиком хорошо перемешать крем. Выложить крем в кондитерский мешок. Теперь начиняем трубочку. Получается вот такая вкуснятина. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...